Как научить юные сердца любить Отечество? Только искренностью, которая основана на пережитом опыте, на любви к народу и к своим традициям. Сегодня в Минске проходит семинар для идеологической вертикали столицы и руководителей религиозных организаций. В храме-памятнике в честь всех святых собрались представители различных конфессий, чтобы обсудить взаимодействие государства и церкви, в области социальной работы и наметить дальнейшие пути развития. Город Минск является наиболее поликонфессиональным регионом в нашей стране, потому что здесь представлены 22 из 25 зарегистрированных конфессий. Конечно, не может оставаться религиозные организации в стороне от тех проблем, которые есть в нашей современной жизни, потому что в храмы приходят те же люди, которые живут в нашем городе, в столице, и проблемы, которые сопровождают развитие современного общества, они требуют соработничества. В преддверии религиозных праздников традиционно обмениваемся мнениями, как лучше организовать службы для того, чтобы обезопасить прихожан, жителей нашего города от возможных заболеваний именно на территории храма во время богослужений. Это и организация духовно-нравственного воспитания, и занятий во внешкольной работе. Вместе готовимся празднивать. Это и представители различных конфессий, и праздновать Новый год. Это праздник прежде всего для детей, но так или иначе он объединяет всех. Редактор субтитров А.Семкин